Альметьевск В Альметьевске прошла пресс-конференция Со специалистом из Европы Это самый быстрый способ Передвижения и это лучший способ Молодежь Нефтеграда За здоровый образ жизни Альметьевцы встретили День трезвости Спортивным праздником Поэтому сегодня необходимо, чтобы люди узнавали О трезвости, а трезвость это Когда я полностью отказываюсь от алкоголя Покорил сердца жюри Второклассник Альметьевской школы стал победителем Международного конкурса чтецов И это общая победа Ура! 22 мая состоится единый день Предварительного голосования партии Единая Россия Жители республики смогут выбрать кандидатуры Для участия в выборах в Государственную Думу Подробнее процедуру голосования Обсудили сегодня на общей городской планерке В исполкоме района В Татарстане будут открыты 560 участков В Альметьевском районе их будет 23 13 в городе и 10 участков Они будут работать с 8 до 12 часов Всего по республике зарегистрировано 70 участников 47 по единому федеральному округу То есть по списку И 39 по одномандатным округам Голосование будет рейтинговым Отдать предпочтение можно как одному, так и нескольким кандидатам По итогам этого голосования будет расставлен список кандидатов Лидеры которого пойдут кандидатами в депутаты Государственной Думы от Единой России Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 18 сентября этого года Руководитель исполкома района Марат Герфанов отметил, что главная задача на сегодня Довести как можно более полную информацию о предварительном голосовании до населения Также на совещании обсудили итоги исполнения консолидированного бюджета района за первый квартал этого года В целом его доходная часть с учетом безвозмездных поступлений Исполнена в объеме 952 миллиона рублей Или на 27% годовому плану Удельный вес налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Составил 51,6% от общего объема бюджета района Отмечается снижение поступления собственных доходов на 20 миллионов рублей Что составляет 4% Эдуард Прокопьев, Ильдар Гемаев, Альмитиск ТВ Отшумели хоккейные страсти Прошел большой праздник, посвященный победе нефтяника Но спортивная тема по-прежнему в центре внимания В Альмитиске в эти дни решается будущее велосипедной инфраструктуры В наш город приехал консультант по строительству велосипедных дорожек Финский специалист Пека Тахкала На пресс-конференции для местных средств массовой информации Он рассказал обо всех нюансах об устройстве городской велоинфраструктуры И плюсах передвижения на двухколесных машинах На встречи побывала и наша съемочная группа Строительство велосипедных дорожек сейчас активно обсуждается в Альмитиске В центре этого обсуждения консультант из Финляндии Пека Тахкала В России он не в первый раз, но признается, что раньше его приглашали велоактивисты Его очень радует, что в строительстве дорожек заинтересовано в первую очередь руководство Нефтеграда Это немаловажно для реализации такого масштабного проекта На пресс-конференции зарубежный гость пытался убедить присутствующих Так что ездить на велосипеде можно и зимой Велопередвижение возможно и зимой То есть это не был бы такой моим То в теплое время Без снежного, а именно периодично можно использовать Пека Тахкола также отметил, что при правильном уходе за велодорожками Они прослужат длительное время Иностранный специалист сообщил, что впечатлен нашим городом Альмитиск, по его мнению, самый чистый из всех городов России Удобно и то, что город достаточно компактный Он идеально подходит для передвижения на велосипеде Преимущества такого передвижения очевидны Скорость, маневренность, легкость в управлении Да и содержать это транспортное средство дешевле, чем автомобиль Это самый быстрый способ передвижения И это лучший способ передвижения Вопросов на пресс-конференции прозвучало много Пека Тахкола постарался ответить на все и максимально подробно Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альмитиск ТВ С каждым годом велосипед завоевывает все большую популярность На нем передвигаться быстрее, чем пешком Да и для здоровья полезнее крутить педали Чем ездить в общественном транспорте или автомобиле Давно оценили преимущества велосипеда и работники промышленных предприятий Занимающих большие площади Яркий пример тому – Альмитиский трубный завод Здесь многие сотрудники не только по территории передвигаются на велосипедах Но и до работы добираются этим видом транспорта На велосипедах по территории работники трубного завода ездят уже давно Но последние 2-3 года явление стало массовым Инициатива использовать это средство передвижения принадлежит рабочим А руководство ее поддержало Площадь территории завода примерно 45 гектаров Объекты находятся на большом расстоянии друг от друга Велосипед очень помогает быстро добраться из одной точки в другую Да, удобно. Почему? Потому что если где-то что-то порыв Пока пешком пойдешь, это все донесешь Занимает очень много времени Поэтому велосипед намного упрощает задачу Быстрее добраться до рабочего места, быстрее выполнить за работу Если аварийная ситуация, тем более Для велосипедов оборудованы парковочные места А сами они оснащены специальными корзинами В которых очень удобно перевозить инструменты Некоторые сотрудники передвигаются на велосипедах не только по заводу Они и на работу приезжают на них Начальник энергетического цеха Нияс Арсланов рассказал Что в его цехе на двухколесном транспорте Передвигаются как мужчины, так и женщины Часть персонала пользуются этим транспортом постоянно Человек-человек 10 из них регулярно ездят на велосипеды Это дежурный персонал, которым надо оперативно быть в каком-то участке завода Сотрудники завода считают, что велодорожки в городе очень нужны Ведь сейчас велосипедисты ездят и по тротуарам Лавируя между прохожими и по дороге, что вообще опасно для жизни Желательно было бы, конечно, чтобы были велодорожки по городу По городу очень опасно ездить на велосипедах Я бы даже сам ездил, если бы были эти велодорожки Было бы безопасно ездить Велосипеды на заводе – вещь полезная и удобная Экономит время, укрепляет здоровье, повышает производительность труда Так что этот пример можно смело взять на вооружение Алена Минкина, Ильдар Гемаев, Альмедицк ТВ К обсуждению велосипедного будущего привлекли и жители города На большом проектном семинаре выступил эксперт Пека Тахкала Была презентована идея создания велоинфраструктуры Прозвучали мнения альмедевцев Мы готовим подробный материал, в котором расскажем обо всех нюансах проекта В Альмедевске работает комиссия по противодействию коррупции На одном из заседаний члены комиссии приняли несколько ключевых решений Часть из них уже воплощена в реальность Разработана программа работы полиграфа Приняты меры по укреплению финансово-бюджетной дисциплины Введен строгий контроль за процедурой малого закупа Тема продолжит наш корреспондент Борьба с коррупцией не затухает За 4 месяца этого года в Альмедевском районе К ответственности привлечен ряд должностных лиц Допустивших коррупционные правонарушения Строительные фирмы «Стройресурс», «Имиджстрой» и «Стройарсенал» На объектах каждого из них прослеживались системные нарушения Замена материалов на более дешевые Завышение объемов работ в сметах Приписывание операций, которые фактически не были выполнены На жестком контроле находится вопрос капитального ремонта Подрядная организация проходит тщательно Проверку на аффилированность, благонадежность, опыт работы Вся прорабатываемая информация передается в правоохранительные органы Где им будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры Сейчас вплотную ведется работа по жилищно-коммунальному хозяйству Проведено несколько экспертных проверок Где выявлены грубые нарушения Из-за которых растут счета фактуры для потребителей Если у вас есть информация, касающаяся любых коррупционных нарушений Просьба сообщить по телефону 45 50 23 Или во время личного приема по адресу города Альметьевск Улица Ленина 39, кабинет 209 Марина Юрьевна, Алсу Гатаулина, Илька Махмедянов, Альметьевск Провольцем военкомат иду, потом куда? На фронт? На это, горком, туда-сюда хожу я Они говорят, война еще, долго будет, доченька, успеешь еще, говорят Нет, я не слушаю даже И потом взяли меня Взяли, отправили на фронт Наша страна занимает лидирующие позиции по употреблению спиртного, производству табака, денежным затратам на покупку алкоголя 28 апреля в России отмечается День трезвости Но, судя по данным статистики, его нужно проводить каждый день Альметьевская молодежь выбирает трезвый и спортивный образ жизни В городском парке воспитанники подростковых клубов и спортсмены Нефтеграда сдавали нормы ГТО Подробнее смотрите далее Алкоголь, табак, наркотики – лучшая замена всему этому спорт Так решили для себя эти ребята Они увлекаются воркаутом, который требует физической подготовки и упорства Парни не пьют, не курят, регулярно занимаются спортом Это помогает им выполнять наисложнейшие трюки И на празднике трезвости они оказались не случайно Для подрастающего поколения это живой пример И доказательство того, что в трезвом состоянии можно быть бодрым, веселым и в хорошем настроении Особенно, если есть занятия по душе Понаблюдать за мастерами воркаута подростки приняли штурмовать высоты ГТО Отжимались, подтягивались, прыгали в длину и так далее Сегодня мы сдаем результаты ГТО Лично мои результаты порадовали И я за трезвый образ жизни Хорошо, узнаешь свои физические силы Сколько можешь Можешь потом усовершенствовать все это Хотелось бы, чтобы вокруг людей никто не пил, не курил В последнее время возраст первого приема алкоголя и табака среди подростков становится все моложе Поэтому принципы трезвого существования в нужно прививать с детства Этим ребятам 14-15 лет Как раз тот возраст, когда хочется попробовать спиртного и выкурить сигарету Поэтому сегодня необходимо, чтобы люди узнавали о трезвости Отрезвость это когда я полностью отказываюсь от алкоголя и табака Понимаю, что безопасных доз не существует Вредным привычкам нужен противовес, увлечение, которое перетянет внимание на себя Физкультура и спорт подходят для этого как нельзя лучше И к новостям культуры Показал класс чтецам из Индонезии, Китая и Турции Альметьевский школьник Рамазан Харисов На международном конкурсе чтецов имени Габдуллы Тукая Конкурс «Современники Тукая», который проходил в Казани Был посвящен 130-летию со дня рождения писателя Второклассник из школы номер 6 победил со стихотворением «Коза и баран» Коза кричит «Микикики! Микикики! 12 спрятанных у нас голов в мешке! Как ты ругать? Тебя не вижу, дурака! Побольше голову тащи-ка из мешка!» Именно такими эмоциями и интонацией Рамазан Харисов поразил жюри и победил всех соперников Альметьевский школьник понравился экспертам с первого выступления Поэтому с отборочного тура попал сразу на галоконцерт, где и стал победителем международного конкурса чтецов «Я хочу сказать спасибо моей маме и своей учительнице Луизе Шамилевне И своему всему классу! И это общая победа! Ура!» Рамазан – мальчик с чувством юмора, а еще очень отзывчивый и развитый, говорит классный руководитель Луиза Ахмедшина В его победе не было сомнений, помогла ему и уверенность в себе, и поддержка родителей, и классного руководителя «После этого конкурса мы как-то очень горды были тем, что мы именно живем в Татарстане Что мы именно татары и имя Габдул-Тухай так высоко ценятся И поэтому это надо детям обязательно знать, рассказывать, изучать Рамазан вернулся из Казани с массой положительных эмоций и с множеством подарков, главным из которых была победа Алсу Гатаулина, Ильдар Гимаев, Альметьевск ТВ В образовательных учреждениях, в учреждениях культуры и библиотеках Альметьевска продолжаются тематические мероприятия в рамках Года кино Детская музыкальная школа имени Раиса Нагимова свой итоговый концерт тоже посвятила этому событию Назвали его «Музыкальный диалог» Преподаватели и ученики исполняли мелодии из популярных отечественных кино и телефильмов Видеорядом к музыке стали отрывки из этих фильмов Получился своеобразный диалог между музыкой и кино Между исполнителями и зрителями 1 мая на площади нефтяников пройдут мероприятия, посвященные празднику весны и труда Программа начнется с возложения цветов на аллее героев в городском парке в 7 утра В это же время на площади нефтяников откроется праздничная ярмарка Также в программе концерт, спортивные мероприятия и много интересного В 10 часов начнется митинг солидарности А в 10 часов 30 минут от дворца спорта стартует традиционная первомайская эстафета Будут работать торговые ряды Мы напоминаем, что наши новости и передачи доступны для просмотра на официальном сайте телекомпании Вступайте в наши группы ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники и Фейсбук И участвуйте в конкурсах и розыгрышах На этом все, я с вами прощаюсь, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова